В минувшие выходные на уборку снега вышла техника Мосавтодора и благоустройства, а также управляющих организаций. Основные направления как у ГБУ Мосавтодор, так и у благоустройства – это подметание дорог и обработка противоглоренными материалами. Кажется сказать, большой труд и большая работа была проведена и у благоустройства, ответственно подошли не только механизаторы и водители, но и дорожные рабочие, которые тяжело справлялись. Не остались без контроля работы, проводимые в субботу и воскресенье на придомовых территориях. Здесь ситуация неоднозначная. У некоторых домов дворники, не покладая рук, убирали снег. У других же не было и намека на присутствие рабочих. Было проведено обследование и выявлено такие территории, где дворники выходили в выходные дни, ответственно к этому подошли. Это такие территории, как микрорайон Д, дом 4, 10, микрорайон В, дома 32, 12, 29, 30, 31, микрорайон Г, 10, 20, 7. Анастасия Суворкина были отмечены и худшие дворы Пущино по уборке снега. Это микрорайон Г, дом 28, 14, 12, 1. Сотрудники благоустройства занимались не только расчисткой дорог. По уточненным данным, в ходе снегопада повалено около двух десятков деревьев. Зафиксировано 8 случаев обрыва линии уличного освещения. Был восстановлен проезд на митинги. Там пришлось не просто расчистить дорогу от снега, но и спилить разрешение лесничьего, нависшие над ней деревья. Также мы вчера помогли больнице нашей, потому что у них была очень сложная ситуация. Упало дерево на дорогу, оборвало тоже линию освещения. Все мы им там помогли, восстановили. Перед сотрудниками предприятия поставлена задача дочистить территорию там, где это еще необходимо и приступить к вывозу снега. Руслан Ярцев, исполняющий обязанности директора МУП «Тепловодоканал», сообщил о порыве на магистрале горячего водоснабжения 29 января. Для проведения ремонтных работ была отключена горячая вода в 19 и 29 Г с 10 до 19 часов. Также в этот день в ряде домов микрорайона В не было холодной воды. Там меняли задвижку для дальнейших работ по замене участка водопровода на Парковой улице. Задвижку поменяли, но в ночь из нее углубила прокладку и 30 числа, все видели, была утечка воды. Опять же отключали те же самые дома с 9 утра до 15. Прокладку поменяли, теперь все хорошо. Ликвидацией аварий занимались и сотрудники МУП ЖКХ. В 13-м В прорвало разводящий трубопровод отопления. Были залиты нежилые помещения. Аварию устранили в течение 2-3 часов. И вчера микрорайон В, дом 12. То же самое, разводящий трубопровод отопления. Это дом в программе капитальный ремонт на 2018 год, но чуть-чуть не успели с капитальным ремонтом. Серьезная авария. Вчера ковырялись, сегодня продолжаем. Татьяна Кулаткина, исполняющая обязанности начальника отдела образования, сообщила радостные новости. Пучинские старшеклассники отлично показали себя на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по образовательным предметам. Они будут представлять наш город на заключительном этапе. Детский сад «Дюймовочка» стал абсолютным победителем в конкурсной системе добровольной сертификации информационных технологий. В завершение оперативного совещания выступила Ольга Жеронкина, председатель территориальной избирательной комиссии города Пущино. Она проинформировала присутствующих о завершении в Пущине сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на пост президента Российской Федерации и начале агитационной кампании. Анна Лихачева, Анна Зарубина, Андрей Михайлин, Тимофей Акимов, ТВС, Пущино.